Здравствуйте! С вами Ольга Исаева и тележурнал «Сороковочка». Представляем вам наиболее значимые события жизни Сибирского химического комбината и города Северска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Медицина, разрабатываются компьютеры будущего, современные накопители энергии и промышленные 3D-принтеры. Сегодня сотрудники атомной промышленности, как и всегда, продолжают работу, создавая будущее. Сделан еще один шаг к производству нового ядерного топлива. Сотрудники модуля фабрикации и рефабрикации опытно-демонстрационного энергокомплекса начали испытания оборудования для изготовления СНУП топлива. Мы побывали на новом заводе и посмотрели, как прессуют так называемые шашки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На участке прессования шашек модуля фабрикации и рефабрикации топлива опытно-демонстрационного энергокомплекса проходят первые испытания оборудования для изготовления смешанного нитридного уран-плутониевого, или, как его еще называют, СНУП топлива. В рамках испытаний не используются оксиды урана и плутония, которые после ввода в эксплуатацию объекта как раз и пойдут под пресс. Пока специалисты загружают особый порошок-имитатор. Сегодня первым материалом, на котором проводили испытания, это является оксид алюминия. Порошок модельный, так называемый, хорошо прессуется, смотрится геометрией в первом приближении. Данный участок пресс-автомат позволяет добиваться необходимой производительностью за счет применения трехпозиционного планшетного пресса, отличной геометрии, качества печатающих шашек. И, в принципе, у нас все получилось. Сегодня мы напечатали около 600 шашек. В процессе испытаний специалисты проверяют работоспособность оборудования в разных режимах работы. Кроме того, особое внимание уделяется и характеристикам первых пробных партий продуктов. Обращали внимание на геометрию, то есть смотрели, добивается ли требуемая производительность, чтобы обеспечить выполнение плана, поставленного перед нами, плотность. После этого мы сейчас их отобрали, разные партии отпрессованы с разными усилиями, где будем производить уже непосредственно индивидуальную проверку. И будем расчетную плотность производить, массу и геометрию измерять. Следующее комплексное испытание начнется на участке прессования таблеток. Из таблеток сформируют стержень, тепловыделяющий элемент, а их, в свою очередь, соберут в тепловыделяющую сборку. Так, в конечном счете, получаются топливные сборки для загрузки в реактор Брест. Но до этого события нужно завершить пусконаладочные работы, комплексные испытания участков и линий, пройти все разрешительные процедуры и сдать МФР в эксплуатацию. Сделать это планируется в следующем году. Наземная разведка роботом с воздуха дроном. Готовность сил и средств по локализации и ликвидации. Последствия аварии на дамбе водохранилища номер один проверили специалисты Сибирского химического комбината. На плотине прошли тактика специальные учения. Помимо людей и техники в мероприятии, впервые были задействованы робот и беспилотник. Подробности прямо сейчас. На дамбе водохранилища, это место, известно северчанам как «Ромашка», произошла авария. В результате обильных осадков плотину размыло. Из-за этого часть стоков могут попасть в реку Томь. И существует угроза дальнейшего разрушения. Сотрудник цеха гидроэнергоснабжения СХК обнаружил это в рамках обхода и незамедлительно сообщил о случившемся руководству и вызвал спецслужбы. Такова легенда тактико-специальных учений, которые организовал Сибирский химический комбинат. Дополнительное вводное. Обнаружен упавший автомобиль с человеком внутри и возможно заражение пострадавшего опасными веществами. Задействованы все службы Сибирского химического комбината, которые относятся именно к ликвидации аварии. И самое главное, здесь участвует и аварийно-технический центр города Северска, участвуют службы ГАИ, службы ГИБДД, службы скорой помощи. И, естественно, весь персонал, который обслуживает гидротехническое сооружение цеха гидроэнергоснабжения. Специалисты провели радиационную разведку, затем спасатели аварийно-технического центра приступили к извлечению пострадавшего из автомобиля. Сделать это оказалось не так просто. Спасатели использовали особые инструменты, чтобы открыть капоты и предотвратить возгорание, а также справиться с заблокированными дверями. Пострадавшего извлекли из автомобиля. Оперативно дозиметристы проверили его на возможное радиационное заражение, провели дезактивацию одежды и обуви и передали врачам скорой помощи. В машине была оказана первая помощь, и пострадавшего увезли в стационар. В это время на территорию разрушения выехала особая техника – робот, который производил радиационную разведку. Управление велось из робототехнического комплекса. Кроме того, шло наблюдение с воздуха при помощи дрона. Такая техника впервые была задействована на учениях. Первый раз мы здесь использовали дроны. Сейчас это, так сказать, насущный вопрос. Проводили разведку аварийно-технических центров как наземным робототехническим устройством, так и с воздуха дрон летал и контролировал действия уже дрона наземного. То есть они совместно работали, два аппарата. Поэтому раньше мы этого никогда не использовали. После проведения радиационной разведки территорию засыпали щебнем и гравием. С помощью сотрудников цеха гидроэнергоснабжения дальнейшее разрушение плотины было предотвращено. И в течение пары часов тело дамбы восстановили. Во время учения особое внимание было уделено вопросам безопасности, в том числе дорожного движения. По оценкам специалистов, мероприятие прошло успешно. На данных учениях от сервиского филиала было задействовано 5 единиц техники, 19 спасателей. Данные учения прошли на очень высоком уровне. Все задействованные службы, которые принимали участие в этих учениях, отработали на оценку отлично. Сегодня к нам прибыл представитель МЧС России и потомской области, который участвовал в наших учениях и сделал вывод, что наши силы и средства готовы к ликвидации возможных аварийных ситуаций на гидротехническом сооружении. Такие учения, отмечают специалисты, должны проводиться раз в несколько лет по требованиям Ростехнадзора для использования гидротехнических сооружений. И по итогам мероприятия эксплуатировать дамбы водохранилища номер один можно и далее. Работы по устранению программы завершены. Всем спасибо. Детство! Детство! Детство это свет и радость! Во дворе дома по улице Калинина, 103, развернулось настоящее гуляние. День-два раз собрал жителей микрорайона. И даже дождь не остановил веселье и не испортил настроение гостей. Поводом для праздника стало долгожданное событие – обновление дворовой территории. Здесь появился новый игровой комплекс в процессе строительства спортивной площадки. Это стало возможно благодаря неравнодушному жильцу дома, который также является сотрудником сибирского химического комбината – Денису Забожанскому. Именно он стал инициатором благоустройства двора. Идея родилась вместе с сыном. Кто здесь родился в этом районе, они знают, что здесь не было благоустроено абсолютно. И ребенку просто было негде играть. На протяжении нескольких лет Денис Забожанский искал возможность реализовать свои идеи и найти финансирование. И в прошлом году узнал о программе топливной компании «ТВЭЛ» «Радиус доверия», которая поддерживает инициативы жителей городов присутствия «ТВЭЛ». Открыл положение, понял, что все зависит только от жителей города, от людей. Собрал инициативную группу, и мы начали стройку. Собственно говоря, это еще только начало. Наш проект рассчитан изначально на три года. Каждый год по модулю сначала поставили за моей спиной детская площадка, футбольное и спортивное поле, баскетбольные кольца. Здесь будет ограждение, резиновое покрытие. И это все запланировано на этот год. В будущем расширят парковку, обустроят еще одно спортивное поле и установят спортивные снаряды. Чтобы получить финансирование от «ТВЭЛ», Денис Забожанский написал проект «Счастье детям», создал телеграм-канал, пригласил всех неравнодушных. Ведь поддержка топливной компании напрямую зависит от количества вовлеченных людей. Активно помогал в работе Дима Забожанский, тот самый мальчик, который вдохновил своего отца создать проект. Много объявлений расклеивал, добровольно ходил, листовки раздавал. Мы еще на субботники ходили. Был большой интерес, было большое желание, стремление объединиться с соседями. Как раньше было и времена, мы всегда знали, кто где живет, как живет, как зовут. И вот сейчас этот проект нас объединил. Он дал возможность развить наш двор, развить наше сообщество дружных с соседями. Здесь обычно была тишина, здесь была разрушенная площадка футбольная, никто ничем не пользовался. Соответственно, здесь все дети были по соседним дворам, где можно было играть. Нужно дальше продвигать этот проект, дальше его развивать, украшать, чтобы было чем гордиться этому микрорайону. Я хочу также, чтобы в моем дворе появилась такая же площадка. Чтобы играть и веселиться, а то как без площадок было, как дети веселились. Хочется верить, что эти слова вдохновят жильцов соседних домов, объединиться и получить поддержку от топливной компании ТВЭЛ. Еще больше новостей жизни Сибирского химического комбината и Сибирска мы расскажем в следующих выпусках «Сороковочки». Посмотреть наш тележурнал вы можете на канале СХК в YouTube и в соцсетях ВКонтакте, Телеграм, Одноклассниках, а также на сайте atom.sip.ru. С вами была Ольга Исаева и «Сороковочка». Мы всегда в центре событий. Увидимся.